всем еще раз здравствуйте всем доброго утра и вот я уже до конца проснулась нет я больше не спала после вот сейчас ролика который выложил на youtube проснулась я в 4 часа скоро я буду выходить домой 8 часов время 7 позвонила я к маме как бы в 6 часов утра но каждое утро мы созваниваемся с мамой когда я нахожусь на работе у меня мама наверное стала как маленький ребенок хочу с вами поделиться друзья мои все очень сложно конечно все на моих плечах я не жалуюсь нет а вот как бы просто хочу рассказать про обстоятельства дела у меня приехал сегодня ночью сын с москвы он работает мой ребенок уже практически работает лет шесть в москве ну вот он электромонтажник сварщик работает на стройке приехал мой ребенок а он сейчас спит соответственно вот я позвонила к маме до 6 часов утра я справилась по ее здоровью как у нее давление сахар и мы каждый вечер созваниваемся как не каждый вечер когда я на работе да как потому что я всегда должна быть в курсе до какой у нее сахар давление и все в этом роде она вот а я вчера забыла я вообще как-то знаете вот выехала я забыла вчера сварить кашу на сегодняшнее утро что-то выехала потому что я как белка в колесе я покупаю как бы продукты сама готовлю и сама все это тащу да еще быть маму меня болит она очень слабо вот после вот этого перенесенного она в тяжелую в тяжелой форме перенесла к вид если кто не в курсе моя мама еще очень слабо да и я ее не хотела бы отпускать чтобы она жила одна дома у нее своя квартира она как бы девушка то у меня женщина самостоятельно но тем не менее я ее должна как бы находиться с ней рядом потому что тяжело ей естественно все дома готовлю я сама так как у нее сахарный диабет всегда нужно следить за питанием нужно и правильное питание и как бы сказать правильное питание до давление у нее то повышенное то сейчас вот пониженный несколько дней то сахар то вверх то вниз прыгает понимаете и конечно же должно быть питание разнообразное и постоянное вообще нельзя быть голодному человеку при сахарном диабете как бы я просто вы знаете что-то выехала и все просто вот что-то у меня я закрутилась так действительно если честно сказать я немножко морально да и физически немножко устаю вот все потому что все нужно нужно и думать и как бы из таблетки я все же таблетки выстегнула выстегнула таблетки до угла врача я рассказывал в предыдущих роликах по поводу лекарства которые положено людям при сахарном диабете я прочитала в интернете я позвонила главврачу она ох 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 я не знала этой информации почему главврач не знает этой информации я сама практически два дня тому назад только узнала из из интернета до главврач должен знать вообще обо всем как говорится что положено особенно больным да и короче вчера нам выдали лекарства лизиноприл от давления как я рассказывал бесплатные препараты бисепролол эндопамид печеночные препараты у них нету которые инсале маме моей переписали да которые как бы мы покупаем свой счет препаратов таких нет бесплатных лекарствах она перечислила оргсосан я тоже кстати маме своей покупала за свой счет эти препараты этот препарат их выдают оказывается бесплатно если так вам для информации кому-то если надо будет да вот кто болит сахарным диабетом вообще сахарным диабетом даже не нужно иметь инвалидность это федеральный как бы закон да для всех положенные препараты я уже говорила для печени от давления для понижения сахара все это нужно должны обязаны выдавать бесплатно больница везде в любом регионе российской федерации по поводу вот печеночных да они сказали что инициалии нету бесплатных препаратов только есть уроксана и горим ну будем разбираться завтра понедельник у нас прием в минздраве я записалась я записала и маму и себя потому что я как сопровождающая еду у меня очень много накопилось вопросов до завтра будет тяжелый день я буду задавать вопросы вот минздраве и еще как бы знаете голова занята голова вот занята всем у меня еще и бабушка очень тяжелая до больная 93 года лежачие и ночами я тут практически не сплю я работаю ночь через ночь и целый день как белка в колесе и мама как и все вот у меня просто нам не все дела как говорится все вот сейчас приехал сын и нужно она мне сейчас игру мама сейчас вот выпил таблетку метроформина нужно выпить после завтрака а завтрака ничего нет я не сварила кашу она вот по квартире можно ходить до руки ноги рабочие таксально свари кашу она не может представить моя мама я не знаю почему она или обленилась или чё ли да она даже варить уже каши не хочет я говорю господи я забыла сварить кашу она ничего не сказала на это я думаю но сварю хотя бы себе яйцо тебе нужно обязательно позавтракать достань яичко говорю да с холодильника или пожаривай сделай омлет или свари а ну ладно а чё же будет этот кушать владик я грумам ну как все будет кушать говорит что-то я забыла про кашу я приеду я приеду конечно не раньше 11 часов я сварю завтрак а что я могу делать я же не могу понимаете как бы растопырится расщепириться да и уже быть дома сейчас готовить завтрак вот два взрослых человека у моя мама мой сын тоже взрослый ему 27 лет да и как бы вся ответственность на мне за них еще работа у меня еще мысли вот эти знаете постоянно что-то хочу сказать они у меня кучкуется я говорю как салат какой-то у меня как блин вообще в голове вся одна каша и как не могу расположить свои мысли по полочкам потому что очень много всяких мыслей поеду завтра в минздрав с мамой да и главное вот по поводу сахара да вот и новия и назначил препараты врачи до эндокринолог нам сейчас его выдали бесплатно вот я прочитала противопоказания я вообще не читала эти бумажки да вот эти вкладки да и прочитала противопоказания что при панкреатите да нельзя их вообще при этом употреблять что как бы приводит к летальному исходу я вообще в таком шоке да как это моей маме назначили такой препарат по поводу врачей а вообще просто в шоке я прям вот плакать хочу да из-за того что просто я не знаю очень безответственно относится к лечению я как бы я не посмотрела потому что ведь надеюсь на врача я и так очень занята очень занята да я уже не могу же прям помнить чтобы заглянуть вот в эту бумажку да где написано что положено что не положено вроде бы врач доктор назначил да оказывается он вообще короче препарат для мамы очень этот как бы у нее хронический панкреатит и как бы это назначили да этот препарат сейчас позвонила мама немножко перебила меня назначили препарат вот этот и нови он как-то по-другому еще называется который нельзя пить моей маме у мам моей хронический вот этот панкреатит потом еще гепатоз по поводу по поводу гепатоза печени там как бы знаете увеличенные в два с половиной раза а лт а тс да я просто как бы ну ну немножко знаю да ну я не медработник но я знаю по анализам да как бы что не очень это хорошо в связи своей работы да я давно уже работаю как бы до сиделкой по уходу и у меня много разных больных у меня моих подопечных было за 12 лет и я спросил у врача у главврача как бы да по телефону я говорю почему вот назначили так а она вы не переживайте это только говорит как бы когда воспаляется панкреатит их тогда пить нельзя конечно он воспалится я ничего не сказала я осталась при своем мнении я просто жду завтрашний день я буду все вопросы эти задавать мин здравия конечно панкреатит у нас полиция если пить таблетки которые противопоказано да у которых есть побочные эффекты как же вот пьет она эту таблетку один раз в день конечно воспалится панкреатит конечно заболит желудочная железа откроется понос извините за выражение уж что прямо говорю да вот почему такая безответственность вообще у врачей вот просто не могу знаете вот у меня просто вот нету сил уже для борьбы да вот я как бы всегда сторонница вот это правда да я всегда стараюсь за правду да и просто вот такая вот такие они мерзкие они врут и им жизнь ничего не стоит вообще жизнь человеческая я измотала уже с этими врачами все свои нервы просто все свои нервы вы даже не вот не поверите сколько я измотала нервов своих они не главное вот они же должны говорить что вот там татьяна аркадина вот вам положены вот препараты вот эти бесплатные да моя мама как бы уже наблюдается он докринолога уже вот полгода первый раз обнаружили нее сахарный диабет еще два года назад я рассказывала что она не стал пить препараты да моя мама болит как божий третий год с эндокринологом у нас разговаривать невозможно она на пенсии она уже человек в возрасте и тоже где-то 70 лет как моей маме да она у нее уже и деменция и маразм я вам честно говорю врач уже не о чем может быть и была она когда-то хорошим врачом что не спросишь она начинает кричать она путается вообще в своих словах она путается и она должна была предложить сама что как бы вам положено вот эти вот эти препараты бесплатно вот а мама покупает не то что мама покупает и мы помогаем да сын мой помогает во всяком случае больше чем как бы я могу помочь вот с этими препаратами да и никто не сказал что положено бесплатно получить их понимаете пока вот я не увидела эту информацию в интернете да пока я не стала требовать да люди будьте ко всему внимательно да к своему здоровью очень внимательно будьте да читайте полезную информацию в интернете вот то что вот о своих заболеваниях да чем бы вы там не болели требуйте не будьте ничего нужно требовать да требовать не будете да вот мама моя же не знала не в курсе не требует да а чем у мамы моей пенсия 8700 рублей все как вот человеку да а на пол пенсии только за лекарства давала каждый месяц практически да грубо говоря вот возьмем но если бы мы не помогали да вот грубо говоря пол пенсии вот надо на лекарства отдать потом еще за квартиру нужно заплатить до кварпату и чё остается и как жить вот как жить вообще да это же просто вообще ужас да никто же не поможет да и никто не подскажет татьяна аркадьевна вы не покупайте препараты они же вам ну выдаются бесплатно по записи все выдаются да типа выдаются на самом деле их нет этих препаратов на руках у моей мамы да пока я сейчас меня короче просто знаете вот честно вам скажу меня наверное не взлюбили эти врачи до который маму наблюдается моя мама да мне вот честно сказать вообще посрать я не конфеты в золотой оберки да чтобы меня любили или не любили да насрать мне на всю понимаете сам факт что я очень я человек очень требовательный ко всему требовательный да я в жизни такой требовательный человек я люблю везде чтобы был порядок порядок во всем порядок вот и не надо обманывать да и не нужно как бы мама откуда в курсе она же не в интернет она не интернет пользователи она ничего не знает на готове если бы не ты я бы не знаю так бы пришлось бы просто А вот если бы не мы, если бы нас не было, да, рядом бы с ребёнком, рядом с бабушкой, да, с моей мамой, кто бы ей что дал? Во-первых, бесплатные препараты ей бы не дали, потому что она об этом не знала. Во-вторых, она бы не смогла себе купить дорогие препараты. Даже ксорелты, которые стоят 3200, да, вот эти януковины, которые стоят 1600 рублей, да. Помимо даже сали, да, вот фосфолипида, который стоит 900 рублей, да, который тоже я покупаю, как бы, да. Вот. Я забила уже на своё здоровье, потому что мне сейчас, самое главное, мама, потому что, ну, всё же она тяжёлый этот ковид пережила, да. Её уже всё только для мамы, для мамы, для мамы, для мамы своей, да. Блядь, ну что за Россия, вот, блядь, я, вот, извините за мат, у меня просто не хватает сил. Почему так? Почему даже больных людей, да, ни во что не ставят и, наоборот, просто, как бы, их используют в своих целях? То, что должно принадлежать по программе ОМС, у человека, у больного забирается, продаётся через аптеку. Это, конечно, недоказуемо, да, но куда ещё могут деваться препараты, которые должны выдавать врачи? Никуда больше они не деваются, потому что есть предписание, да, у человека больной, по документам это всё проходит, что они выписали, да. А их нет у человека на руках этих препаратов. Конечно, они сейчас злые, они злые, понимаете. Пускай они на меня злятся, хоть вообще, я уж какая злая на них, вы даже не можете себе представить. Нам тоже деньги не сыпятся с неба, да. Я очень, ну, как бы, работаю тоже морально тяжело, да, физически тяжело. У меня лежачая, вот, у меня вообще я тяжело больными людьми работаю. У меня сейчас на данный момент 93 года бабушки. Она сломала шейку бедра. Она лежит, она неподъёмная, её надо постоянно переворачивать, её нужно, и сажаю я её, хотя её родственники вообще не сажают. Вот, я её присаживаю, волосы ей не чешет никто, потому что её невозможно поднять. Я ей волосы расчесываю, всё, памперсы меняю, подмываю, всё, понимаете. И, как бы, человек ещё глухой, да, она глухая, совсем глухая. И нужно, как бы, человеку... Она ещё психика у неё такая, она всегда кричит, она всегда кричит, нужно её успокоить, нужно, как бы, с ней, вот, понимаете, уделить ей внимание. Это морально очень тяжело, да, я работаю с такими людьми очень много лет. Так и я ещё не сошла с ума вообще. Когда ещё дома, да, вот эти сложности происходят, что кашу не могут никто сварить. Сейчас мне нужно приехать домой. Я сейчас буду готовить завтрак. Потом я купила вчера перцы. Я буду сегодня крутить мясо, фаршировать перцы, да. Чтобы накормить всех и поесть самой. Не знаю, сколько это будет пройдёт времени, да, и, как бы, там, ещё надо сварить, купить рульку. Я хотела бы приготовить гороховый суп. Я готовлю только на свиной копчёные рульки и гороховый суп. Если я вообще куплю её сегодня в магазине. Потому что её даже тоже не всегда привозят. У меня головной боли всегда хватает. И вот как электроменник, вот видите, завтра мне опять надо будет приезжать сюда к бабушке. Ночь через ночь. Я не забыла, что сварить надо кашу. А мама говорит, что будем завтракать. Вот нормально, меня дома нет. Я уехала на работу, чтобы заработать деньги, чтобы купить на эти деньги продукты, чтобы привезти домой. Что мы будем завтракать? Дома есть продукты. Дома всё есть. Всё. Ну, из продуктов всё есть. Просто возьми и свари. Я вот сижу нервничаю. Время восьмой час. Уже двадцать минут. Час через сорок минут подойдёт как бы дочка. Моей бабушке. Да, она меня сменит. И я уже побегу. А мне два часа до дома ехать. Два-два с половиной часа. С пересадками. Надо прилететь. Надо ещё по дороге купить картошку. Картошка дома закончилась. Нужно по дороге ещё зайти купить рульку. И лук. Как бы всё запомнить и лететь домой. Понимаете? Вот так. И завтра надо будет лететь уже в этот Минздрав тоже на приём. Я не знаю, что завтра будет. Ну, завтра будет тяжёлый день. Потому что у меня очень много вопросов. Потому что, почему такой препарат? Ну, а моей маме назначили серьёзный, опасный. Короче, не знаю. Ну, как-то так. Вот так вот и живём. Вот. Вот я вот так вот живу. Вот так вот я живу. Вы говорите, что я ещё выпиваю. Какая-то я наркоманка. Какая может быть мне выпивка? Какие могут быть мне наркотики? Вы вообще, народ, о чём? У меня в голове, да, вот столько много информации вообще. Вот я не могу. У меня вот целая каша. Ещё нужно записать ролик. Нужно ещё, знаете, что сказать, да? В этом ролике. Наркоманка мне. Обыкновенный человек, обыкновенная женщина. Вот. Хочется, да, хочется поднять канал. Мне тоже лишняя копейка не помешает. Я не хожу с других людей. Деньги с ней бы не сыпятся, сами знаете. А почему бы не заработать, если можно заработать на Ютубе, да? Я у вас всё спрашиваю, что я уже у вас не прошу ни у кого денег. Я у вас ничего не прошу. Не только просмотрите, пожалуйста, мои ролики. Поставьте лайки, там, лизлайки, что хотите. Напишите комментарии, вот и всё. Что я у вас не требую, там. Ну, как-то так. Всем хорошего дня. Берегите себя. Всем до свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова